Под события Х2 шансы выпадения легендарного героя увеличиваются в два раза. Сегодня у нас Х2 на синий. Васёк, братка, тебе спасибо. И погнали. Сейчас быстренько. Четыре осколка. Ну всё. А теперь можно соточку. Причём очень и очень быстро. Давайте достанем много легенд. Причём хороших друзей. Ау! И сразу первая десяточка нам прибегает Король Ящера в ПВЕ контенте. На ПВП он также ведёт себя неплохо. Но красный ДД топ-1 это всё-таки Кондрафон. Ребята, Фушана, вливайте книги, не жалейте. Знаю очень давно этого героя. Юзаю сам лично и по сей день. И, кстати, прошу прощения, друзья, за шум дождя. Возможно, вы его слышите на ваших микрофонах, наушниках и так далее. У нас тут в Краснодарском крае нереально заливает. Поэтому, если вы смотрите видео, и оно свеженькое, то оградитесь от того, чтобы выезжать на море на данный момент. Потому что у нас тут мега-штормовое предупреждение. Так, ну да ладно. Давайте ещё одну легенду достанем. Как минимум, хочется из 100 осколков получить ещё одну легу. Да, бород кровавый. Некоторые его юзают на роковую башню. Но, будем откровенны. Герой говно. А вот, вот... Ребята, вот, вот, вот чем отличается Х2 от обычных призывов Х10 и так далее. Можно вытащить, да, вот такое. Из сотни осколков можно вытащить 3 леги. Нари счастливчик у нас был в слиянии. Герой так особо не заиграл. А вот Женевец, вы знаете, это вот как раз-таки аренный очень хороший герой. Ну и в ПВЕ контенте он очень даже ничего. Назана, Ядовик Чернолоб. Назана, это, опять же, роковая башня. Ядовик КБ. Третий говно. Урсин Нерушимый, Канелия. Тоже какие средненькие, среднеслабенькие герои. Где-то там Канелия и Бамала проходят. Ну, в общем, все равно. Я бы их не качал. А вот Тайрола обязательно бы прокачал. Это даже не обсуждается. У Лоди небольшое количество легенд. Но смотрите, кто у него тут есть. Боже мой. Это же красотка Лилитушка. Действительно. Топ-1 герой в игре. Четыре осколка. Ага, отлично. 80 осколков и по десяточке. Кстати, все осколки добыты фри-ту-плейным путем. Без доната. Но если, друзья, вы донатите, пользуйтесь сервисом. Рейд скидка. Самый большой крупный сервис по донату. Ссылочку оставлю в описании. 6 тысяч человек уже доверились. И продолжает сервис набирать обороты. Погнали. Может быть, ускорим? Где? Опачки. А вот ускорение помогло. И к нам приходит Орк Робор. Ребят, ну, что могу сказать. Герой хороший. Бьет больно. Штраф защиты. Контроль. Но вот на лейтгейме, на высоком, на эндгейме он уже не нужен. А вот это, вот эти эпики. Качество вот всех этих эпиков мне нравится. Темная Элейн, кстати, которую дают на халяву, тоже хороша. Так же, как и в Раске, Страхалюты. И можно найти применение много где в этой игре. Поехали. Может, еще достанем какую ли... Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Ну, согласитесь, что вот эта демонесса, это реально лего. Пусть она будет... Пусть она в фиолетовой рамке. Но я знаю огромнейшее количество людей, которые два года ждут эту героиню. Без нее 25-е лаву можно проходить очень долго. Так вот, два раза уже Витарок. Рарка мне в глаза, на глаза попалась. Есть гайд. Опачки. И вот еще одна десятка, ребята. Ловец и священник Армстерн. Подписывайтесь на канал, мои дорогие зрители. Помимо открытий, у нас на канале огромное количество обучающих видео. И спасибо огромное за просмотр.